СВОЕ ДЕЛО До меня дошли сведения, информации о том, что готовятся к покушению в мою жизнь. Нас кинули. Нас даже в голову это не входило, что имея такой долгосрочный договор с компанией, с госхолдингом, с государственной компанией, которая просто-напросто отвернулася. Всеказахстанская бизнес-стратегия. Напишем наш бизнес-план. Идея к теперь уже бизнесмену Маранову пришла неожиданно просто, как и все гениальное. Не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического, легко усвояемого мяса, подумал сельчанин и взял 3 миллиона тенге на кроликоферму по госпрограмме. И казалось бы, вот оно, простое кролиководческое счастье наступило. А нет. Начали фермера Маранова проверками донимать. У нас не фундаментное строительство. Это одна из причин. Не я такой один, там много таких людей по всем поселкам. Маранов в стране действительно не один. И армия контролёров уже планировала очередные проверки. Задача прийти и найти. Сама проверка... Вот вы, наверное, проходили в аэропорту, да? Саму процедуру проверки документов, когда начинает рыться в твоих вещах. Сама процедура неприятная. Но неожиданно для всех появилось вот это заявление. До 1 января 2015 года, начиная со 2 апреля, я объявляю мораторий на проведение проверок субъектов малого и среднего бизнеса. Для бизнеса в стране сегодня перспектив, пожалуй, больше, чем для многодетных семей. Субсидии, льготы, финансовая поддержка. Целый фонд дому, представители которого, видимо, из-за большого наплыва клиентов, увы, не нашли времени с нами побеседовать. Существует очень много программ поддержки бизнеса, в том числе малого и среднего. Это и агробизнес 2020, и это и дорожная карта бизнеса 2020. Это и даже дорожная карта занятости, там целое второе направление имеется. Для старта проектов мы представляем гранты. Это трехмиллионные гранты на сегодняшний день, безвозвратные, безвозмездные. 3 миллиона тенге – деньги, конечно, небольшие. Открыть суперсовременное производство с добавлением инноваций вряд ли получится. Начинающие бизнесмены довольствуются небольшими цехами, в основном на периферии. В некоторых населенных пунктах и хлебопекарня – инновация. За неполных два года, то есть это год прошлогодний, который мы полностью охватили, мы порядка 700 миллионов выдали. Это около 200, а около 240 стартап-проектов, которые мы поддержали. Иди и победи, все в твоих руках, мы поможем заработать. Но жители нашей 17-миллионной страны в бизнес не торопятся. Запад монотонно добывает нефть у иностранцев, юг традиционно стоит на базарах, север невозмутимо сеет. Экономически активное население чего-то ожидает. Ожидает, так скажем, что лучше наняться, скажем, на крупную компанию, получать хорошую зарплату, чем самому чем-то рисковать своими деньгами, идти на какое-то рисковое дело. Вы же знаете, что предпринимательская деятельность – это все-таки риск большой. Это вложиться и понять, не попадешь ли в конечном итоге ты на что-то такое. Бизнеса в Казахстане, по данным статистики прошлого года, сегодня около полутора миллионов, если считать в штуках. Индивидуальных предпринимателей – почти миллион двести. Но большая часть коммерсантов совсем не созидает, а все больше торгует. Предлагаете ввести административные ресурсы и заставить всех, давайте везде ставить производство. К сожалению, кстати, это еще звучит. В некоторых программах так и есть. Четко поставлена задача, независимо ни от чего, открыть производственные предприятия, ну скажем, по переработке или машиностроительной, в том же СКО или где-нибудь в тех регионах, которые исконно сельхозпрофиля, сельскохозяйственного профиля. И, собственно говоря, понимаете как, сам же рынок определяет. Пока я имею возможность заработать, условно говоря, на рубль вложение 3 рубля, вроде как у меня нет и стимула что-то другого делать. Пока то, что я покупаю в Китае или в Турции, у меня хорошо здесь продается, вроде как опять же нет стимула заняться чем-то другим. Ну как минимум услугами для населения, да? Там что-то пошить. Вильгель Мольтерер – представитель Европейского инвестиционного банка. Еще один стимул для казахстанского предпринимателя. Приехал в Астану и подписал кредитный договор на 220 миллионов евро. Уточнил – для развития малого и среднего бизнеса. Эти средства, они специально на один сектор – поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан. Почему это важно? Так же, как и правительство страны, мы разделяем политику, малый и средний бизнес – опора устойчивой, сильной экономики Казахстана. Теоретически для завтрашних бизнесменов создан максимум условий. В центрах поддержки предпринимателей помогут не только добрым словом, но и поддержат материально. Из недр министерств все чаще выходят постановления и программы, направленные на несырьевое развитие и уход от импортозамещения. Но Запад продолжает монотонно добывать нефть у иностранцев. Юг традиционно стоять на базарах, а север невозмутимо сеять. Индустриальная зона Казаларды – 760 гектаров. По планам здесь должны были стоять и работать предприятия, производящие продукцию с высокой добавленной стоимостью. Инвесторы приходили, топтались по голой земле, искали инфраструктуру, ничего не найдя, разворачивались и уходили. О том, что к индустриальной зоне и площадке подведена вся инфраструктура, бывший глава Казалардинской области отчитывался перед жителями в начале 2012-го. В начале 2014-го там четыре небольшие отечественные компании. А потенциальные бизнесмены областного центра все так же колесят по городу с шашечками на крышах потрепанных иномарок. Для того, чтобы полностью обеспечить инфраструктурой, с областного бюджета в этом году выделено 464 миллиона тенге. Также нам, для того, чтобы полностью обеспечить потребности в электроэнергии, нам необходимо реализовать программу электрообеспечения индустриальной зоны на миллиард 720 миллионов тенге. Заявка на эту сумму подана в Министерство оригинального развития. Есть и управление предпринимательства во всех регионах. Очень много структур. Три структуры только есть. Там и управление инновационного развития, там управление предпринимательства. Все они вроде бы отвечают за предпринимательство. Все. И созданы социально-предпринимательские корпорации. Ну а в ОССР и мы не там. Был разговор с фондом домов о субсидировании ставок. Но чтобы вот это субсидирование доказать, что вы должны кучу документов предоставить. Кучу. То есть, что подпадает под субсидирование, что не подпадает. Опять-таки вопросы возникают. И это субсидирование. Сколько предпринимателям помогло? Сколько им? Львиная эта доля. Львиная доля. Получает простые коммерческие кредиты. Кайрат Буранбаев из тех, кто на высоких трибунах не появляется, но и не согласен работать на дядю. Рискнул создать бизнес тогда, выжил сегодня и сам кредитует начинающих предпринимателей. Почему китайские компании должны быть? Вплоть даже до поставки запасных частей идут китайские компании. Вплоть до предоставления таких услуг, как кормление на вахтовых поселках. Тоже китайские компании почему-то участвуют. Почему? Да, есть, что они сейчас здесь регистрируют казахстанские компании, но за ними стоят те же самые аффилированные с ними компании. Создаваемые на средства таких, как Буранбаев, малые и средние предприятия в теории вполне могли бы обеспечить хотя бы простые человеческие потребности трудящихся добывающего сектора. Но подойти со своим маленьким газсодержанием к большому недропользователю ни в Казаларде, ни за тысячи километров от нее, осмеливается не каждый. Да и выявить реальную отечественную составляющую в миксе труб, заглушек, жарковой ПСД порой невозможно. Товары, которые производятся в Казахстане, их надо закладывать во время работ по проектированию месторождения. Все нефтяные компании просят продукты питания высокого качества, чтобы поставлялось. Все эти продукты питания, содержание казахстанское, можно, я бы сказал, где-то 40 на 60. 40% это казахстанское содержание. Качество наше местное производство пока не соответствует. И приходится нам покупать импортное. Игорь Михеенко, изобретатель из Алматы, придумал отечественное котел для обогрева помещений. Инновации в том, что денег для отопления зданий котел потребляет меньше, чем обычные. Михеенко не просит субсидий, просит просто прийти и посмотреть, как его чудо-грейка работает. Но никто не приходит. В Жаркенте мы поставили на двухэтажный дом печь. Она уже отапливается больше года. То есть люди довольны, все работает, все хорошо. Экономия колоссальная угля. Под Тимиртау многое, под Астануэ. Михеенко предлагает нефтедобытчикам недорого подогревать нефть. Казвардинцам, которые с основания города сидят без централизованной горячей воды, греть ее. Сейчас на местной ТЭЦ из газа вырабатывается электричество. С его помощью в тайных квартир собственники и делают горячую воду. Мы самостоятельно, без каких-то там государственных инвестиций, все сами делаем. Ну, желать хотелось бы, чтобы государство как бы не помогло нам с финансами, а просто помогло куда-то установить и попробовать эти печи. Это очень сложно. Это надо заходить, иметь как бы волосатую руку, куда-то заходить. Это же очень сложно у нас. Без государственных инвестиций, но с двумя долгосрочными контрактами национальных КТЖ и ее дочки Костемер Транс вошли в бизнес экибастузские предприниматели. Стране нужны же до колеса, сказали железнодорожники. Их будет у нас, ответили производственники. Стали строить. Выкупили разрушенные цеха, многоэтажные дома, закупили оборудование. Был телемост, и открытие завода произвел нажатием на кнопку уже директора завода по телемосту с президентом Республики Казахстана Александром Абышевым Азабаевым. Это был первый технологический этап. Первое колесо мы обточили, закончили и выдали продукцию в ноябре 2012 года. В шахтерском экибастузе людей, профессионально разбирающихся в машиностроении, не было. Специалистов везли из России, местную молодежь обучали в ведущих вузах. За свои же деньги отремонтировали несколько заброшенных многоэтажек и раздали квартиры сотрудникам. Вот все возможные варианты учитывали. Хоть что. И неблагонадежных поставщиков оборудования, и несвоевременная поставка тех запчастей, которые мы на сегодня пока закупаем. То есть все учитывали. Но мы не учли то, что, будем говорить так, по-другому не могу, нас кинули, как любят говорить у нас в современном мире. Просто. Вот это мы не учли. У нас даже в голову это не входило, что имея такой долгосрочный договор с компанией, с госхолдингом, с государственной компанией, можно сказать, которые просто-напросто отвернулись. И все. И кругом одну враню от них. Больше ничего я пока не видел. В начале 2013-го Кастемиртранс пеняет Хачатуряну. Не выполнили отлагательные условия, которые изначально прописывались в договоре. Хачатурян пикирует. Условия выполнили, но позже. И то из-за волокиты госорганов. В ноябре прошлого года вице-президент КТЖ Ермек Кизатов подписывает протокол, в котором решает Кастемиртрансу предоставить график закупок. Казахстанской вагоностроительной компании заключает договор о покупке тележек с колесами Экибастузского завода. С КВК вся переписка идет до сих пор. Ни одного договора нету. Ни одного контракта нету. И то, что они писали в своем пресс-релизе, что уже закупили промаж комплекта в течение января месяца 10 тысяч колес. Там потом, если я знаю, письма, где господа с Кастемиртрансом пишут о том, что уже 10 тысяч лежит на ответ хранения. Ну, это все сплошное вранье. Просто-напросто и все. Я больше ничего не могу об этом сказать. Получается, что они отписываются и нам, и вышестоящие органы, в тот же Самрук Казана, что это исполнено, в тот же и президенту КТЖ отписывается, и Министерство индустрии отписывается. Но в итоге этой реальной картины нету на самом деле. Они просто в 13-м году не закупили 10 тысяч колес у нас. На этот хранение никаких 10 тысяч колес у них нет. Это просто вранье. По-другому это не могу назвать. Плюс к тому, есть в январе месяце под председательством господина Рау проходило совещание с представителями. В этом году же с представителями, потому что мы писали письма во все инстанции, что это вранье, они врут, они ничего у нас не взяли. Проходило совещание у господина Рау, где константируется тот факт, что протокол 5 ноября под председателем господина Кизатова к астемитрансам не исполнил. В планах руководства завода создание полного цикла производства ЖД-колес от литья до готового продукта. Вот только казахстанские колеса возможно будут крепить на индийские или российские составы. Ждать исполнения договора заводчане устали. Здесь работает очень много людей, в том числе большинство из них это молодые специалисты, такие как я, которым дали возможность потрудиться на таком заводе. Нас обучали, помогали во всем, как могли. Помогали тут расти и развиваться. Очень высокотехнологичное оборудование, на котором нужно учиться годами, чтобы познать и постичь, как оно все это работает. Мы видим, как стоят колеса, что наша продукция в основном складируется только на складах. Столичный бизнесмен Вадим Лопатин уходить с рынка не планирует, если, конечно, не уберут буквально. Он выиграл тендер в государственной компании, выполнял работу. Внезапно заказчику что-то не понравилось, и он отказывался платить. Предложили очень, как нам сказали, крутого, очень грамотного и квалифицированного адвоката, который имеет большой вес в кругах, которые имеют большие возможности. Это Бабишева, Айжамала Спархановна. Она взялась очень резвь за это дело. И собрав полностью за несколько месяцев фактически все документы, которые были необходимы нам для победы, была в апреле месяце 2013 года проведена первая, значит, судебная первая инстанция. Суд первой инстанции. И мы проиграли. Но выиграли, как бы ни парадоксально это не звучало. Только о победе Вадим узнал уже через несколько месяцев, когда десятки миллионов тенге уже находились на счету того самого предприимчивого адвоката. Вадим несколько раз пытался вернуть заработанное. До меня дошли сведения, информации о том, что готовится к покушению в мою жизнь. Потому что так как я начал требовать деньги назад, а они, в смысле это адвокат, она и деньги не собиралась отдавать. Она всегда говорила, что в этой стране на нее нет управы. То есть она самая крутая в этой стране. Чего хочет, того и вытворяет. С ее возможностями и с ее связями. И поэтому, если будешь дальше, кто-то пойдет против меня, то долго не проживет. После этого историю Вадима напечатали в республиканской газете. С тех пор его убить вроде не планируют. Но дома с обыском появились сотрудники правоохранительных органов, якобы от неизвестного пострадавшего лица. Они же стали все чаще приглашать свидетелей по делу на беседы. Я написал заявление в Генеральную прокуратуру с изложением всех фактов и доводов. И подкреплено это все документально. Каждое мое слово подкреплено документом. Статистики неудовлетворенных, частично обманутых или пострадавших бизнесменов в Казахстане не ведут. Хотя, будь она, было бы лучше видно. Где, к примеру, на карте индустриализации белые пятна. Рост малого среднего бизнеса, активность его, она есть. Это констатируется. И все то, что мы сейчас, государство оказывает какую-то поддержку, оно в перспективе, я думаю, что все-таки у нас стоит задача увеличения малого и среднего бизнеса. И абсолютно поддерживаю позицию президента, когда он говорит, вот малый и средний бизнес, это именно тот сектор, где появляется очень много рабочих мест. Галя Желдебаева вспоминает о Бур-Алмане, который переехал с одной коровой. Потом взял сельхозсубсидию на увеличение маточного поголовья. Потом еще, еще. Сегодня у крестьянина доходный бизнес. Большая ферма, и он искренне считает, что в Казахстане деньги лежат под ногами. Государственные органы сами иногда не представляют, что им лучше всего развивать для своего региона. Как его поднимать эффективность уровень, повышать объем валов регионального продукта. Ну, есть, что есть, на том и работаем, называется. И ничего не делается для того, чтобы стимулировать какие-то иные отрасли, исходя из особенностей региона. Его сырьевой базы, его научного потенциала, его потенциала людского и так дальше, и финансового. Эта проблема существует. И она усугубляется тем, что этим не задумываются, ну, и сами предприниматели многие, не задумываются отдельные региональные ассоциации в силу разных причин. Наука не всегда нам помогает. Для тех, кто из бизнеса решил уйти, тоже упрощение. Закрыть компанию станет проще. Сегодня около половины зарегистрированных предприятий не работают. Бизнес закончился, закрывать хлопотно. С 1 января 2015 года будет упрощена процедура ликвидации субъектов малого-среднего предпринимательства. Это около треть всех проверок в стране. От стартапа до Пфиир, следуя логике чиновников, ответственных за развитие предпринимательства, можно легко подняться в нашей стране. Если, конечно, ответственность это не на бумаге. Государственные программы поддержки бизнеса, налоговые послабления, почти тепличные условия. И вот уже кролики Маранова планируют набирать вес. А сам фермер перестал ждать проверяющих и строят светлое будущее вместе со всей страной, которая, впрочем, пока на Западе продолжает монотонно добывать нефтью иностранцев. На юге традиционно стоять на базарах, а в северной части невозмутимо сеять, будучи уверенными, что не только погода может испортить урожай. Редактор субтитров А.Семкин